Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова пообещала построить наконец-то любовь на проекте и отправить маму за ворота до мая месяца. Никите Кузнецову нравится Дарина Маркина. Вот что он пишет. «Я рассматриваю Дарину как веселое прикольное времяпровождение, но для серьезных взаимоотношений я ее не рассматриваю». Также Никита заинтриговал своих подписчиков. Он написал, что они с Мариной Африкантовой стали ведущими нового шоу. Кстати, Никите очень нравится Африкантова. Он считает, что она шикарная женщина, но думать об отношениях с ней пока еще рано. У Марии Кохно произошел конфликт с Ольгой Рапунцель и Димой Дмитренко. Изначально она относилась к ребятам доброжелательно, но увидев их неадекватное поведение, решила держаться подальше. Она считает, что у них просто нет логики и общаясь с ними, начинаешь понимать, что находишься в сумасшедшем доме. Также Мария считает, что решение Димы Лукина уйти с проекта – это верное решение. Ему стало тесно в рамках шоу, он хотел развиваться как личность. Она за него рада и верит в его блестящее будущее. С проекта с позором выгнали новенького участника Вову Жигана, который пришел к Лерри Фрост. А выгнали за грязное прошлое в чатах для взрослых. Он не бресговал виртуальной проституцией. Многие фанаты возмущены, ведь за подобное прошлое Ольгу Рапунцель не только не выгнали с проекта, но и призвали понять девушку. С Владимиром же обошлись очень жестоко. Саша Харитонова опубликовала снимок из спортивного зала. Подписчики Харитоновой удивляются, как она занимается физкультурой, с такой прической и к тому же накрашенная. После отдыха в Греции Саша Артемова и Женя Кузин задумываются, не сыграть ли свою свадьбу там. Люди там добрые, у них появилось много друзей, везде чисто, рядом море и изумительная кухня. Как вы помните, недавно Костя Иванов хвастался, что он становится ресторатором и открывает свое кафе. Многие радовались за него и удивлялись, откуда деньги. Но оказалось, что учредители этого заведения некто Сергей и Алексей. Эти молодые люди 9 лет назад были признаны виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях. Тогда суд Владивостока осудил их. Они получили по 4 года строгого режима. Так что Костя к этому заведению имеет такое же отношение, как, например, Марина Африкантова к своему салону красоты. Его вместе с Сашей Гозиас просто наняли работать ширмами и торговать именем. Антон Гусев решил пропиариться на истории Дианы Шурыгиной. Он заявил о готовности взять девушку на работу. Антон предложил Диане должность менеджера по продажам в своей строительной фирме. Ну а бывший участник Дома-2 Тимур Гарафуддинов решил пропиариться на имени Ольги Бузовой. Он выпустил музыкальный трек, чтобы поддержать Ольгу после тяжелого развода. Тимур считает, что их дальнейшее общение может быть не только дружеским, но и любовным. Ведь после развода для него, наконец, стал свободен путь к ее сердцу. Глеб Жемчугов снимает новый клип. «Видео будет жаркое», – пишет он. Недавно в сети обсуждали руки Жене Феофилактовой, насколько они некрасивы и покрыты морщинами. Еще больший ужас вызвала рука Бузовой, которая поспешила похвастаться свежим маникюром. Многие обратили внимание на деформацию пальцев. Печальную картину еще больше усугубляет неудачный маникюр. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Дома-2 на канале ТНТ.